Следующий вопрос, говорит, если человек принес что-то другому, сказал, вот это твой верблюд, или вот это твоя потерянная вещь, так что хозяин этой вещи ни на что не обязывался, то есть не брал на себя никаких обязанностей, не говорил, кто приведет мне верблюда, получит допустим тысячу динаров, тысячу того-то и тому подобное. Но тот сам, что называется, нашел этого верблюда и привел. Заслуживает ли этот приведший какую-то плату или нет? Говорит, если человек нашел или привел, принес какую-то потерянную вещь, или привел потерянного животного, так или сделал какое-то любое другое дело, без изначального обязательства со стороны хозяина, этих потерянных вещей или животных и так далее, то есть тот никакой платы не обещал, тот, который совершил это действие, не заслуживает никакой платы. Мы не знаем в этом вопросе, говорит, никакого разногласия. Потому что это дело, за которое человек заслуживает плату, только если эта плата была обозначена. Если плата не была обозначена, он не может, приведя верблюда, что-то требовать. Поэтому, говорит, видишь, не заслуживает никакой платы, если плата не была установлена. То же самое, как дело в чем в наемном труде. Если наемный рабочий просто пришел и помог, и никакой платы ему за это не было обещано, он не имеет права ее требовать. Если же, говорит, они разногласия, то есть тот, который выполнил работу по договору джи'ала, говорит хозяину потерянные вещи или верблюда и тому подобное. Говорит, или хозяин, которому ты возвел стену, говорит, я обещал тебе такую-то плату. А тот, говорит, нет, ты обещал за этот труд такую-то плату. Тогда, говорит, предпочтение отдается слово кого? Слову хозяину, что называется, объявление. Того, кто поместил и обозначил эту плату. Потому что с ним основа. То же самое, если они согласны, что какая-то плата была установлена, но какая конкретно была установлена, они разногласят. То же самое, отдается предпочтение кому? Отдается предпочтение слову хозяина объявления. Говорит, Потому что, говорит, основа, что нет добавки, которую требует кто? Выполнивший рабочий. Выполнивший, точнее, работу. А также, потому что мы отдаем предпочтение слову хозяина, предмета, вообще относительно того, плата была установлена или нет, то тем более мы отдаем предпочтение слова в том, какая конкретно плата была установлена. Значит, Ну худама что говорит? То, что если двое, то есть рабочий и тот, который установил плату за эту работу, разногласят, была ли установлена вообще плата или нет, то слово отдается кому? Хозяину объявление. Если они спорят, точнее единогласно в том, что плата была установлена, но спорят какая была плата установлена, тогда предпочтение отдаётся кому? Предпочтение отдаётся тоже самое хозяину этого объявления. Говорит, но на самом деле слово Ибн Кудама не является неоспоримым, не является однозначным. Допустим, имам Шафии противоречил в этом вопросе и говорил то, что если они разногласят относительно того, была установлена плата или нет, или относительно того, что плата была установлена, но какая плата была установлена и так далее, то, говорит, в этом случае они оба должны поклясться. И это мнение также некоторых ханбалитов. Если они оба поклянутся, то договор Джаали аннулируется, но рабочие имеют право на среднерыночную плату, которую заплатили бы ему в среднем по городу за такой-то труд. Значит, что у нас получилось? У нас получилось следующее. Если никакой платы хозяин объявления вообще не устанавливал, то есть у него потерялся верблюд, он вообще, возможно, никого объявления не подавал. Или просто что? Просто написал, кто вернёт мне верблюда, грубо говоря, я буду ему благодарен, допустим, и тому подобное. То есть не обещал никакой платы. Теперь этого верблюда ему привели. Тот, который привёл верблюда, имеет право на какую-то плату или нет? Говорим, не имеет право на какую-то плату. То есть как ваджеб не можем обязать этого хозяина верблюда выплатить ему что-то, потому что он ничего не обещал. Теперь, если двое разногласит. Рабочий и вот этот вот кто хозяин, что называется этого договора Джаали, разногласит, была ли установлена плата или нет, то оба должны поклясться на это, на своё слово. Рабочий говорит, была установлена, клюнусь Аллахом, а тот говорит, клюнусь Аллахом, я какой платы не устанавливал. Тогда этот договор разрывается, так договор Джаали разрывается, и рабочий имеет право на определённую плату, на среднерыночную плату. То же самое, если спорят о чём? О количестве Джаали, о количестве платы. То есть установлено оба единогласно, что плата была, но сколько? Спорят. То же самое, оба должны поклясться. Говорит, Говорит, и есть у учёных разногласия относительно сбежавшего раба. Если относительно сбежавшего раба никакого обещания высказано не было, никакой платы не было установлено, но человек сам привёл сбежавшего раба, то относительно этого, может ли он требовать какую-то плату или нет? То есть смотри, до этого мы сказали, что в основе нет. Правильно или нет? У тебя потерялся верблюд, ты потерял какую-то вещь и тому подобное, тебе его привели без твоего, без твоей просьбы, без обещания какой-то платы, ты не обязан ничего платить. Это понятно. Говорит, Ибн Кудама говорил, мы не знаем в этом вопросе никакого разногласия. Но разногласия возникло только в каком вопросе? В одном вопросе, относительно раба. Если приведём, был сбежавший раб. Почему возникло здесь разногласие? Потому что относительно этого есть некоторые контексты. Говорит, Первое мнение в этом вопросе, это мнение имама Малика, а также ханафитов, имама Ахмада в одном из ребятов от него, которые говорят, что в этом случае, нашедший раба и приведший его, имеет право на определенную плату. И это мнение также Шурайха и Умара ибн Абдул-Азиза. И в довод они на это привели, что это мнение некоторых сподвижников, как Умара ибн Хаттаба, али ибн Абиталиба, а также ибн Масуда. И также привели в довод Мурсаль, хадис Мурсаль, ибн Абимулейки, а также Амры ибн Динара. Ко-Ла, которые сказали, Пророк, саллиллаху али ибн Абимулейки, установил, что если найдут сбежавшего раба за пределами запретной территории, за пределами Харама, то есть Мекки и Медины, тому 10 дирхемов. Говорит, И кроме этих слов сподвижников, и кроме этого хадиса, который пришел в форме Мурсаль, также есть что, говорит, также есть аргументация в этом вопросе. Говорит, потому что сбежавшего раба, если мы не приведем обратно, то рабы это в основном кто такие? Неверующие, так или нет? То он сбежит и вернется обратно в страну неверующих, и потом возможно будет воевать против мусульман. Поэтому, говорит, шариат побуждает, чтобы сбежавших рабов выискивали, и что делали? Приводили обратно хозяева. Вот эта аргументация ясна или нет? Почему относительно сбежавшего раба получилось такое разногласие? Дальше. И второе мнение в этом вопросе, это мнение имама Шафии и имама Ахмада в другом ревете от него. То, что даже относительно сбежавшего раба, если хозяин раба не устанавливал никакой конкретной платы, и привели ему этого раба, он не обязан ничего за это платить. Так же, как относительно верблюдов, относительно других предметов. И это мнение, кроме перечисленных, также мнение Ибрагима Анаха и Ибнолмундзира. Скал Ибн Кудама, это второе мнение, ближе к истине, что даже относительно сбежавшего раба, не обязательно что-либо платить. Потому что основа, что человек не обязан ничего платить, если он ничего не обещал. А хадис, который об этом передается, пришел в форме Мурсаль, то есть не является достоверным. К тому же в его иснаде есть, что называется, макал, как бы критика. И в этом вопросе нет никакого единогласного мнения, и не проводится также кияс аналогии. И так же, говорит, не установлено, чтобы шариат действительно принял во внимание вот этот полезный момент. То, что если мы не будем приводить сбежавших рабов, то они, возможно, убегут на территорию неверующих обратно, так и потом выйдут среди войска за неверующих, будут воевать против мусульман. Говорит, такого не установлено, чтобы шариат принял во внимание эту пользу. И обязал хозяина выплачивать человеку деньги или какую-то плату, если тот привел его раба. Говорит, Почему? Потому что, говорит, нет такого точно, что если раб сбежал, то он обязательно побежит куда или убежит на территорию неверующих. Это, говорит, не обязательно. Кроме как, если он действительно был взят из страны неверующих, и эта страна неверующих рядом. То есть, допустим, два поселка. Один поселок на земле мусульман, другой поселок на земле неверующих, то есть на границе. Тогда, да, возможно, что он убежит к неверующим. Так, а если он находится просто где-то в центре мусульманской земель, то есть до стран неверующих далеко, то вряд ли он до туда пойдет. Культу говорит, Это мнение является более верным в этом вопросе. То есть, даже относительно раба, то же самое. Человек не обязан платить какую-то плату. Потому что какого-то конкретного довода, который бы обязывал человека к этому, нет. Говорит и основа то, что мы не можем покушаться на имущество людей, кроме как на основании довода. То есть, шариат не установил какого-то конкретного довода, что в этом случае хозяин этого раба должен заплатить плату нашедшему этого раба, если он никакой платы не обещал. Что касается того, что это передается от некоторых сподвижников, Что касается Асара Умар ибн Хаттаба, то у этого Асара есть два Иснада. Один Иснад прерванный, а во втором Иснаде Аль-Хаджадж ибн Арта. Слабый и какой и мудальность. Что касается Асара ибн Мас'уда, то у него есть два Иснада также. Говорит, также есть два Иснада, в одном Иснаде человек с неизвестным положением, а в другом Иснаде вообще неназванный человек. Асара Али фиги Аль-Харис Аль-Авар и Аль-Хаджадж ибн Арта. А что касается Асара от Али ибн Абиталиба, то в нем сразу два передатчика, каких слабых, Аль-Харис Аль-Авар и Аль-Хаджадж ибн Арта. Более того, Аль-Харис Аль-Авар был обвинен в лжи. То есть, от сподвижников напрямую это не установлено. Или как минимум есть сомнения в досверенности этих Асаров. И к тому же, говорит, в этих Асарах приходит называние различной платы. Кто-то говорит, должен заплатить столько-то, второй говорит, должен заплатить столько-то и тому подобное. Говорит, и поэтому привернцы первого мнения, которые сказали, что человек обязан заплатить за потерю норова, которого привели. Говорит, сами разногласят, сколько должен заплатить. 10 дирхамов, 10 динаров, 1 динар, 2 дирхамов, сколько нужно заплатить. В разных Асарах, говорит, приходят по-разному. А так как мы выбрали второе мнение, то есть, то, что человек ничего не должен платить, говорит, дает нам отдохнуть от этих разногласий. То есть, не обязывает нас определять, сколько конкретно нужно при этом заплатить. Значит, правильное мнение какое получилось? То, что если человек никакой платы не обещал, но ему привели без обещания его потерянную вещь, или потеряны животные, или потеряны раба, и тому подобное, то он не обязан ничего платить в своей основе, как ваджеб, на него мы наложить не можем. Это касается любых предметов и любых объектов, будь то даже потеряна раба, будь то раб или что-либо другое. И сказали, если происходит разногласие между тем, кто установил плату, и между тем, кто выполнил работу, относительно того, имеется вещеплата или нет, или относительно того, сколько это плата, сказали, оба должны поклясться. И потом разрывается договор, и рабочий имеет право получить среднерыночную плату за свой труд. И далее.